Присаживайтесь, драгоценные. Сегодня у нас воскресное до 7 лет, поэтому если тебе… Не сказали, кстати, если всем включительны или всем не включаются. Сегодня я бы хотел поговорить на такую тему, как начало чего-то большего. Начало чего-то большего. Знаете, в армии, когда я ушел в армию, я был, если честно, с большим вопросом ушел туда. Я ушел туда с вопросом, почему Бог, я вообще должен идти в армию? Мне так этого не хотелось. Я так хотел этого избежать. Но почему-то Бог посчитал, что мне нужно пройти эту школу смирения, что мне нужно было отдать год жизни для нашей Родины. И мне много рассказывали о армии, но все, что я там видел, произошло все те рассказы, которые рассказывали. Но там в армии почему-то я постоянно в молитве слышал, что должно быть что-то большее. Посмотри на своего соседа и скажи, должно быть что-то большее. Должно быть что-то большее. Я задавал вопрос, Бог, что больше, что больше должно быть? Больше твоей славы, больше твоего величия, больше, чего больше это должно быть? Здесь в армии, здесь не получится больше твоей славы, здесь не получится возлагать руки на больных, здесь не получится как-то молиться, здесь не получится как-то собираться, я здесь один. Там в армии у меня не было, знаете, верующих людей, мы не собирались. Я был один в своей комарке, еще был писарем. Я думал, да чего же должно быть больше? Чего же должно быть больше? И знаете, меня удивляет наш Господь тем, что в действительности наш Бог, Он творит все новое. Аминь. И в каждом дне написано, что Он творит, каждый раз Он творит новую звезду. Вот представьте, ученые, они утверждают, что наша вселенная, она не то, что безгранична и без концов, она все больше и больше становится, она расширяется, этот процесс не останавливается. И вот он растет и растет. И это подтверждается, это местописание, что Бог, представьте, насколько наш Бог великий и сильный, всемогущий, что Он за нами присматривает, а нас здесь 7 миллиардов, за каждым. И помимо этого, Он еще творит новую звезду и дает ей имя. И знает каждого из нас по имени. Я думаю, Господи, какой же Ты великий. И Писание нас учит, что возрастайте в Господе. То есть, другими словами, это процесс, который не останавливается. Он не останавливается. Нет такого периода, когда бы ты мог сказать, я познал Бога в полноте. Нет, нет такого. Бог, который безграничный, без краев, без конца и края, вот мы не можем вместить его своим разумом, мы не можем вместить его своим пониманием. Но я благодарен Духу Святому. И я так благодарен нашему Богу, что Он усмотрел, чтобы поместить в нас свое присутствие. То есть, другими словами, Бог говорит, что вы и есть Храм Божий. Аминь. И знаете, есть глубина в нас, чтобы вместить Бога. Это Сам Господь, это Сам Дух Святой. Почему? Потому что Дух Святой, Он точно такой же Бог. И вот, чтобы нам было проще. И Сам Иисус об этом, Он говорил, Он говорит, отпустите меня. Он собрал учеников, это последнее, когда Он воскрес, Он собирает их всех, и Он говорит, послушайте, отпустите меня. Он говорит, зачем нам отпускать тебя? Вы не понимаете, если Я не уйду, то вам не будет лучше. Мне пошлется Дух Святой, который есть Дух Утешитель, который напомнит все то, что Я говорил вам. То есть, другими словами, Иисус говорит, Я в теле, Я ограничен, Я не смогу быть со всеми вами сразу. Но Я хочу уйти и умолить Отца Небесного, чтобы Он послал эту глубину познания, чтобы Он послал этого Господа Духа Святого сюда на землю, чтобы Тот почил на вас, чтобы Тот обитал среди вас, чтобы Тот был в вас, и чтобы Он помог вам вместить такого безграничного и бесконечного Господа. То есть, другими словами, в нас есть потенциал вмещать нашего Бога и познавать Его больше и больше. И почему я называл свою тему именно начало чего-то большего? Оказывается, в нашей жизни есть периоды, и мы приходим к Богу, и каждый из нас помнит этот день, когда Он отдал свою жизнь Богу. Аминь. Знаете, мне мои родители рассказывали, что они выводили меня, оказывается, на покаяние, когда здесь был Генри Мандава, и мы собирались во дворце, я не помню, как, не, не Дзержинского, в Спартаке, в Спартаке, мы собирались в Спартаке. Вот. И отец говорил, я выводил тебя, оказывается. Я этого не помню. Но я помню прекрасно тот день, когда я ложусь спать, и передо мной стоит картина, где Иисус молится в Гефсиманском суду. И я не понимаю, почему, но мне казалось, что эта картина, она висела прямо над моей кроватью. Мама говорит, нет, она была вообще в другой комнате. Но я помню этот день, когда я ложусь спать, и передо мной встает эта картина, и я начинаю рыдать и звать маму. Мама прибегает, и слава Богу, что Господь дал им мудрость и помолиться в этот день молитвой покаяния, потому что, оказывается, ее сына, в жизнь ее сына пришло покаяние. А все, что я помню, я помню, Он сделал это ради меня. Он сделал это ради меня. Знаете, раньше я обобщал это как-то все. И я говорил, Бог умер за каждого из нас. Я не понимал, что конкретно Бог, оказывается, умирал за меня. Я хочу напомнить каждому из нас, что Бог конкретно сделал это ради тебя. И за тебя. Иисус Христос умер не просто какой-то обобщенной смертью, как написано, ибо так возлюбил Бог мир. Знаете, когда мы читаем это Местописание, мы видим весь мир, но мы не видим себя. Но послушай, увидеть в этом Местописании именно себя. Бог говорит, я умер за тебя конкретно. То есть это личностные отношения. Это Бог не обобщает. Он говорит, я пришел в твою жизнь лично. Это какие-то, знаете, это как не какое-то... Вот есть у нас друзья, которых много, да, и мы в компании друзей, и вот это вот личностные отношения, они как бы теряются в толпе. Но когда есть у каждого из нас, есть друг или муж или жена, вот эти... И есть какие-то личные отношения, есть какие-то личные тайны, и это намного больше. Аминь. Вот послушай, Бог умер не просто за толпу твоих друзей, где был ты, но Он умирал в тайной комнате вместе с тобой. Это было личностное. И вот Бог берет тебя и начинает вести. И послушай, Писание говорит, что Бог взял нас в удел свой, Он назвал нас царственным священцем, Он назвал нас детьми своими, чтобы мы были совершены, как и Он совершенц, чтобы мы возвещали совершенство призвавшего нас. Другими словами, у Бога есть конкретный план для твоей жизни. Ты не просто серая масса, ты не просто один среди толпы. Нет, но у Бога с тобой взаимоотношения, и Бог положил на твою жизнь план совершенный. Писание говорит, что смирите себя и познайте, что есть воля Божия, благая и угодная. То есть, другими словами, на каждого из нас есть что-то большее, скажи, аминь, Бог имеет для меня что-то большее, чем я помышляю. И знаете, меня удивляют местописания. Евгения 3.20. Это то, что вдохновляет меня размышлять о большем. В послании Евгения 3.20 написано следующее. А тому, кто действующий нас силой, может сделать несравненно больше всего, чем мы просим или о чем помышляем. То есть, другими словами, ты сегодня говоришь, да, аминь, я с Богом, я хожу в Господе, и Бог обитает во мне. Так вот, драгоценный брат и сестра, я хочу вдохновить тебя. Бог может несравненно большее, чем ты думаешь и помышляешь. Несравненно большее. Ты наверняка сегодня думаешь, ну я просто как бы серная масса, я просто сегодня как бы прихожу в церковь, я просто как бы отсижусь и уйду. Нет, я хочу вдохновить тебя, ты сегодня часть церкви, ты сегодня часть тела церкви, и каждый член церкви, он важен. И знаешь, без ноготочка мы неполноценны. Без мизинца мы неполноценны. Без большого пальца, без указательного мы неполноценны. Без волос на голове мы неполноценны. Аминь. И каждый из нас, он осуществляет какой-то процесс церкви. И на каждого из нас Бог рассчитывает и полагается. И Он говорит, я хочу, чтобы ты сделал больше. Послушайте, и отсюда мы понимаем, что даже вот это элементарно, что Иисус Христо, Бог отдал Иисуса Христа. И знаете, эта жертва не была как бы вот впритык за каждого из нас. Нет, Писание говорит, что этой жертвой было намного-много-много, много-много-много больше, чем достаточно. Иисус Христос не умер и, знаешь, там хватало на 7 миллиардов жизней. Нет! Это хватало на бесконечное множество таких же планет и на бесконечное множество таких же тебя. Поэтому Бог, Он делает всегда несравненно больше. И я хочу вдохновить сегодня тебя. Ты, наверное, сидишь и, знаешь, в моей жизни было такое. Просто даже бывали сны, когда я просыпался, от того, что я кричу во сне, от того, что, слава Божья, я настолько сильно посещала там, и были сны такие, мы просто стоим на собрании, сила приходит, и Дух Святой приходит, и я просто просыпаюсь из-за того, что я кричу во сне, и я думаю, Господи, как это может прийти через меня? И, возможно, ты сегодня думаешь, и, возможно, ты размышляешь о чем-то, помышляешь, ты думаешь о каком-то служении, о каком-то призвании, ты думаешь о каком-то, возможно, моменте своей жизни, ты думаешь о своих родных и близких, и ты думаешь, Господи, как это возможно, чтобы это пришло в мою жизнь? Но если ты уже об этом думаешь и помышляешь, то Писание говорит, Бог может больше, чем ты просишь или помышляешь. Бог может больше. И знаешь, это вдохновляло меня думать об этом. И я читал книгу Деяния, и я также читал, что Иисус говорил, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 12 стих. Это слова Иисуса Христа, это слова не учеников, это слова Иисуса. Он говорит следующее. Истинно, истинно, говорю Иоанн, верующий в Меня, дела, которые творил, я и Он сотворит, и больше всех сотворит, потому что я к Отцу Моему иду. То есть, другими словами, Иисус говорит, я передаю эту эстафетную палочку каждому верующему в Меня, и говорю, ты сотворишь больше. Я думал, я размышлял об этом, и меня так сильно вдохновляло это, что должно быть что-то большее, и это большее, значит, больше славы, больше силы, вау, вау, ходить вот так вот, и тень исцеляет, махать пиджаком, и все падают. Я думал, Господи, дай мне ходить в этом больше. Но я упускал один важный момент. И знаешь, пример 12 учеников, которые были вокруг Иисуса, на самом деле, весьма и весьма важный пример чего-то большего в их жизни. Они были точно такие же люди, аминь. Они были точно такие же, как и мы. Они ходили до Иисуса Христа. Меня вдохновляет Андрей, и знаете, меня назвали в честь Андрея Первозванного. Отца моего тоже очень сильно вдохновил Андрей. И этот Андрей, его начало встречи с Господом, написано, что он был один из учеников Иоанна. То есть, другими словами, и нужно понимать, что до Иисуса Христа было 500 лет затишья. Не было никаких пророчеств, не было никакого пророка, не было никого и ничего. Было просто затишья. Последнее пророчество было от Малахи. Все, больше было из-за тиши. И вот Андрей восстает Иоанн, который должен был приготовить путь Христу. И Андрей следует за ним, и это говорит о том, что он искал чего-то большего в своей жизни. Он искал чего-то того, чтобы найти какое-то призвание. Он искал вот этого, ощутить Божьей присутствия, возможно, что-то еще. И он искал его. И когда он был с Иоанном, он встречает Иисуса Христа. И представляете, вот эта встреча с Иисусом, один день меняет его настолько, что он становится его учеником. Он говорит, слушай, где ты живешь? Иисус. Говорит, я не знаю, где живу, но хочешь, иди за мной. Я хочу. И последовал, узнал, где тот живет. Возвращается к Петру. Говорит, Петр, мы нашли Мессию. Нужно понимать, что евреи были подвигом римским. И вот они были в порабощении. И каждый еврей мечтал и ждал Мессию. Он ожидал этого освободителя. То есть, другими словами, у них было некое представление о том, что придет Мессия, сядет на трон, и они будут царями над всей землей. И Андрей бежит к Петру и говорит, Петр, мы нашли Мессию. Быстрее, быстрее. Он сделает нас учениками. То есть, другими словами, возможно, их представление было следующее. И это даже было, это даже описывается, что одна из матерей подходит к Иисусу и говорит, позволь моим ученикам сесть по правую и по левую сторону. То есть, она ожидала, что это произойдет в моменте, вот сейчас, когда Иисус сместит римское иго, сядет на престол, и вот один из их учеников должен... То есть, другими словами, это было там, бродило в учениках. Почему Иуда начинает собирать денег побольше себе? Потому что он уже был корыстен, он уже вот, он не боролся с этим, он не делился с этим, с Иисусом. Он вообще не спрашивал, он вообще не вникал в предназначение Иисуса Христа, точно так же, как и все ученики. Иисус им напрямую говорил. Он напрямую им говорил, я пришел, чтобы меня взяли, потом я умру. То есть, он открывался им, он говорил, он преображался на этой горе преображения, он говорил каждому из них, ребята, драгоценные мои, то, что ты ожидаешь, на самом деле, вообще не то. Я пойду на крест, я умру. Он Петру говорил, он Петру говорил, я все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о вас, я молился о тебе, Петр, чтобы ты потом, обратившись, укрепил братьев твоих. Он открывался им. И знаешь, и это можно назвать таким, как бы, простите меня за прямоту, но как бы обломом. Конкретным обломом. Это так похоже на нашу христианскую жизнь. Мы приходим к Богу, и нам говорят, у тебя все будет классно, все будет супер, ты придешь ко Христу, вся твоя жизнь изменится, и ты такое воображаешь, и ты так вдохновляешься, ты мечтаешь о пробуждении, ты мечтаешь о чем-то большем, и ты настроил такие планы, точно так же, как и ученики. Но свершается великое предназначение Иисуса Христа, и что происходит с учениками? Тот, кто предал Иисуса Иуда, пошел, удавился. Тот, кто предал Иисуса трижды, это был Петр, пошел и начал рыбачить. Хотя он знал, что он должен вдохновить всех их. Иисус делал из него лидера над всеми ними. Он полагался даже не на Иоанна, своего любимчика, он говорил, Петр. То есть, другими словами, когда он говорил ему, Петр, ты должен утвердить твоих братьев, это говорило о его лидерской позиции среди этих двенадцати, что к его голосу прислушаются. А этот лидер отрекается от Христа, бежит в слезах, прячется и возвращается к рыбалке в прошлой жизни. Как это похоже на нас? Мы ожидаем, мы мечтаем, мы думаем, но на самом деле начало чего-то большего и самый главный секрет начала чего-то большего есть смиренное и сокрушенное сердце пред Богом. Послушайте, услышите, сокрушенное и смиренное сердце пред Богом. Поэтому Павел пишет, я умоляю вас, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши, я умоляю вас. Павел, зачем ты нас умоляешь? Ведь воля Божия это классно, это супер, вау, круто. Но если мы посмотрим на пример Павла, там не было вау, супер, его взяли, в цепи заключили и просто таскали и сюда в суд, и сюда в суд, и сюда в суд, потом обезглавили. И он пишет, я братья, братья и сестры, я вас умоляю. Началом чего-то большего в твоей жизни это есть момент, когда ты смиряешься. И Писание говорит, что Господь сравнивает себя с горшечником, и он говорит, мне нужна глина, но глина мягкая. Кто-нибудь копал землю? Вот я копал в глубину два себя, и там глина. У нас на Урале оказывается очень глинистая почва. В курсе, да? И там глина-то такая, что вот ее киркой надо лупить, чтобы она колулась, и там нету такого, что вот как земля, которая сверху, то раз, раз, она такая рыхлая. Нет, там надо много стараний. Ты достаешь эту глину, утром приходишь, она вся сухая, ты бьешь по ней кувалде, она разбивается. И ты думаешь, так вот вчера вроде как бы, ну и вчера она не была особо податливая. Но вот процесс создания из глины горшка, он заключается в следующем, что глину эту нужно высушить, стереть в порошок, потом намочить. И вот это то же самое, что происходит с нами. Чтобы из себя что-то сделать, Богу нужно стереть тебя в порошок. Я помню, как я молился, Господь, смири меня. И это, знаете, это самая неправильная молитва всех верующих. Потому что в моей жизни наступили какие-то такие непонятные обстоятельства, я думал, Господи, что происходит вообще? Зачем мне это все? А Бог говорит, ну ты же просил меня смирить тебя. Я могу создать только обстоятельства вокруг тебя. Я не могу коснуться твоего сердца, чтобы ты сам себя смирил для меня. На самом деле, это наша сегодня ответственность и наша работа сегодня над тем, чтобы смирять свое сердце. И это было, когда Каин убил Авеля, помните, да, к нему приходит Господь и говорит, все грех лежит у ворот. Но что? Но ты бери и что? Господствуй над ним, царствуй над ним. То есть Бог открывает тайну и Он говорит, послушайте, и это точно так же происходит в нашей жизни. Бог через Духа Святого нежно стучится в твое сердце и говорит, послушай, а ты знаешь, что ты очень и очень гордый человек. Но я хочу сказать тебе, возьми эту гордость и сотри ее в порошок. Я дую тебе силы. Сделай это. Или, а ты знаешь, ты очень, очень обидчивый человек. И вот эта обида, она у ворот. Но я даю тебе силы, возьми и сотри ее в порошок. Бог не делает это за нас, драгоценные. Он дает нам силы господствовать над грехом. и чтобы мы, как Павел, начинали кричать громко, смерть, где твоя жала? Ад, где твоя победа? Это не делал Иисус за него, это Он говорил. И Он это говорил. Почему? Потому что Он имел эту силу. И мы сегодня должны позволить самих себя стереть порошок, для того, чтобы Бог начал лепить из нас правильное. Потому что зачастую наши представления и наши ожидания о том, как Бог двигается, неправильны и вообще не о том. А Бог, представьте, если ты планируешь там жить долго и счастливо, а Бог планирует, чтобы у тебя не было семьи, и ты был, допустим, евнухом. Я не знаю. Я просто привожу пример. И Бог говорит, что в этой воле тебе будет во как. Ты такой, да ладно, в какой смысле, Господь, ты что? Нет. Я представляю себе вот такую вот, семью большую, я вот хочу вот это и вот это, и я буду просить у тебя об этом, я буду молиться об этом. Я буду сокрушаться и плакать об этом. И Господь, каждая молитва твоя приходит, и он-то понимает, что вот она воля твоя, вот она твой размерчик, он знает, что в этом тебе выйдет хорошо и классно, а ты продолжаешь ломить стену, продолжаешь о чем-то молиться вообще не о том. И вот ученики, они на самом деле были в таком, ну, большом обломе. Они ожидали одно, а получили совсем другое. И Иисус Христос приходит к ним второй раз, воскрешается из мертвых на третий день и посещает каждого из них, особенно Павла. И вспомните слова Иисуса, когда он воскрес, он говорит, идите, скажите всем и Петру, не Павел, а Петр, и Петру, что я жду их. То есть он переживает за каждое состояние, он переживает за всех своих учеников, он переживает сегодня за тебя и меня, и он желает что-то большее дать твою жизнь, но он ожидает вот это сокрушенное сердце. И заметьте, обратите внимание, что Иисус Христос приходит к ним с великим поручением именно в тот момент, когда они максимально недостойны, когда они максимально смиренные, когда они вообще ничего не ожидают, и они думают, мне бы лишь бы, чтобы ты назвал меня сыном своим. Вот это состояние, когда сын, заблудший сын возвращается в отчий дом, и он говорит, мне бы лишь бы, чтобы он назвал меня сыном, хотя бы рабом в доме отца моего, чтобы кушать хлебушек, потому что там с моим отцом это намного лучше, чем из моего отца. И также Писание в Откровениях, оно напоминает нам и говорится, что написано, что вспомни ту первую любовь твою, вспомни, откуда ты не спал, покайся, и что твори прежние дела твои. И вот драгоценное начало чего-то большего, это сокрушенное, смиренное сердце пред Богом, и вопрос Богу, Бог, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Поэтому у меня вопрос каждому из нас, что мы здесь, для чего мы пришли сюда, с каким ожиданием мы пришли сюда, по обыкновению сердца, или как-то еще, или мы ожидаем от Бога, чтобы Бог начнет делать что-то большее в нашей жизни. Драгоценное, я хочу вдохновить каждому из вас, там за пределами нашего дворца есть сотни тысяч, миллионов жизней, которые ожидают встречи со Христом. И когда мы приходим сюда ради себя, не ради них, когда мы даже не думаем, не помышляем, хотя Писание говорит, что прости у меня народа, и я дам их тебе. Но когда мы приходим сюда ради себя, и знаете, я помню момент своей жизни, я начинаю молиться, и такое сильное присутствие Божьей приходит, и Бог начинает говорить слова, слова, какие-то, знаете, откровения, но откровения даже не для меня, а как бы для какой-то проповеди, или что-то еще, не помню. И в этот самый момент я чувствую это присутствие Божие. Я думаю, каждый из вас, он знает, да, когда Бог посещает его, аминь. Вы знаете, когда приходит Господь в вашу тайную комнату, аминь. И я понимаю, что вот он здесь, Господь, и я начинаю вызывать ему, Боже, благослови меня, проговори в жизнь мою, сделай для меня, я такой-сякой, Боже, и раз это присутствие растворяется. А я хожу как бы со своими нерешенными проблемами, со своими нерешенными нужными, со своим нерешенным сердцем, я думаю, как так, Господи, почему, ну вот, вот же, только что ты, ты был здесь, ну вот, что стоило тебе, почему ты сказал, кому-то, но не мне, в моей тайной комнате говоришь, кому-то, но не мне. И буквально, я говорю, аминь, свяжусь в машину, и Дух Святой нагоняет меня в машине и говорит, я пришел в твою тайную комнату, это говорит первое, потому что ты уже достойен моего присутствия, а сатана, он обманывает нас, он говорит, ты недостоин, тебе нужно что-то решать, тебе нужно что-то делать, тебе нужно меняться, послушайте, если Бог посещает, это говорит о том, что мы уже достойны, и одолжите Господу милость, в этот момент просто замолчать и спросить, Бог, что ты хочешь, тогда Бог задержится. И это было слово ко мне. И я понял, как я накосячил, Бог приходит, чтобы поделиться своим сердцем, послушайте, так много тех, кто принимает сердце Отца и говорит, Боже, дай твое сердце, дай разделить его. И знаешь, когда Бог приходит и делится своим сердцем, оно болит о каждом погибающем. Оно не болит за то, что у тебя там как будто нет чего-то. Писание открывает нам, если, ну, что вы переживаете, чего вы переживаете, что вам есть или что пить. Отец ваша Небесная, Небесная знает, что вы имеете в этом нужду. Аминь. И об этом переживают всякие грешники и чем вы лучше их тогда, когда в этот момент вы... И то есть другими словами, Божье сердце и Божьи помыслы, они намного выше наших. Поэтому мы переживаем за себя и за свое, а Бог переживает за весь мир, за каждого. Он переживает за этих лучших сыновей и детей. И Он просит, и Он говорит, послушай, раздели со мной мое бремя, раздели со мной мое сердце. Я пришел сюда, чтобы не просто как бы погладить тебя по головке или что-то еще. Ты уже и так в моем доме. Это была проблема вот этого сына, который остался в доме. Он увидел, как Бог принимает его за лучшего и говорит, слушай, а я здесь, а я тружусь, а я делаю. А ты мне козленка не дал, ты мне барашку не дал. Тот говорит, так ты в доме, ты даже можешь не спрашивать ни о чем. Все, что мое, твое, бери и делуй. А этому-то братику твоему послужи, пожалуйста. Вот этому послужи. И в этой притче об отце, который принимает, показывается сердце отца. Он даже, и в следующей притче вот об этой заблудшей овече, которая покидает стадо, и пастух, он идет за ней. Зачем ты идешь за ней, пастух? У тебя 99 без присмотра. Он говорит, да я знаю, что вот эти у меня хорошие мои, молодцы, они знают мой голос, они никуда не убегут. Но я пошел за ней, потому что я переживаю за нее. И завтра, если какая-то из этих 99 прыгнет и ускочится за пределы пастбища, он пойдет и за ней. Потому что он переживает за сохранность и за цельность. Он переживает за тех, кто почему-то убегает из его присутствия. И он переживает за тех, кто, и Писание говорит, что Бог не желает смерти грешникам, но что? Но он хочет, чтобы все спаслись. Все спаслись. И будем ли мы думать? И знаешь, именно в этот момент придет это большее, именно в этот момент придет вот это пробуждение в нашу церковь, в наш город, в нашу страну, когда мы позволим начаться, начаться от чему-то большему в нашей жизни. А начало от чего-то большего это есть сокрушение. И что-то большее, посмотри на своего соседа и скажи ему, что-то большее, это смирение, это молитвы, это посты. Не за себя, не за себя. Когда ты берешь ответственность за этот погибающий мир, тогда Бог открывает ресурсы, чтобы обеспечить не просто тебя, но тех, кто рядом с тобой. Откровение, возможно, исцеление, возможно, какие-то пророчества, либо какие-то финансы, либо что-то еще. Бог только тогда открывает, когда ты переживаешь не просто за себя любимого, а ты уже спасен, ты уже знаешь благодать Божью, ты уже в доме Господа, ты уже в доме отца. Но когда ты начинаешь переживать, слушай, а там мой брат, так и сидит у Рыжков со свиньями, так и обменивается на что-то меньшее, когда в доме отца каждый день пир, каждый день что-то вкусненькое, что-то хорошее, что-то лучшее, что-то большее. И вот в этот момент я верю, что начнется это пробуждение, когда мы начнем переживать и сопереживать со сердцем нашего отца. Аминь. К филиппийцам я буду заканчивать. К филиппийцам ой, что-то я запутался, секундочку. Я кому-то проповедую сегодня? Скажи аминь. Вы здесь? Слава Богу. И на самом деле каждый раз, когда я проповедую, я больше для себя даже проповедую, чем для кого-либо, потому что Господь прежде всего говорит ко мне. филиппийцам, вторая глава с первого по восьмого стиха. Даже давайте прочитаем с шестого по восьмого. Он по природе Бог не держался за равенство с Богом, а наоборот унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по подобию как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Это новый перевод. в синодальном переводе написано смирил себя, быв послушаемым даже до смерти и смерти крестной. Иисус Христос пришел на эту землю и показал нам пример величайшего смирения. Знаете, мы никогда не поймем тот контраст, просто даже элементарно тот контраст, который Он ощутил, перейдя в наше смертное тело. Он был Богом. Он был вне тела. Он не ощущал усталость, Он не ощущал боли. Ничего этого Он не ощущал. И вот Он смиряет себя и принимает образ раба. Он принимает наш образ. Он становится подобием нашим. Он становится в теле. И каждая заноза, когда Он обрабатывал возможно какие-то стулья или столы, и Он чувствовал боль, чувствовал дискомфорт, и каждый удар плеткой, Он это чувствовал. Но перед этим Он себя смирил. В Гессиманском саду Он молится, Господи, если возможно, представьте, слова Иисуса, насколько было Ему страшно, насколько страх сковал Его сердце. И Он говорит, если возможно, Иисус, ой, Господь, доминует сия чаша меня. Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. И ты, возможно, сегодня в ожидании большего, но где-то в глубине твоего сердца ты чувствуешь и понимаешь, что больше это должно от меня быть жертвы. Не от него, а от меня. Больше должно быть стараний от меня. Больше любви должно быть от меня. Я должен делать больше, чтобы что-то пришло больше в взаимоотношениях, возможно, между мужем и женой. Женой и мужем, между детьми и родителями. Это должно быть от меня. А так просто возложить ответственность на Бога и молиться и говорить, Бог, ведь ты обещал, Бог, ведь ты обещал, Бог, ведь это самое простое, что мы можем сказать. Но послушай, Иисус Христос, Он не возложил ответственность на Бога, Он сказал, если нужно, хорошо, давай, это сделай, отец. Песня говорит, что смирил себя и смирил себя до смерти крестного. до самой ужасной, до самой некрасивой, до самой унизительной смерти на кресте. Царь смирил себя. А ученики ожидали, что Он сядет на трон, но никак не ожидали, что Он зайдет на крест. И ты, возможно, сегодня ожидаешь, что Бог, вот пускай сегодня будет трон, но не крест. Мне бы трон, мне бы вот я хочу и мне делают. но настоящие последователи за Иисусом Христом и настоящее что-то большее начинается только после креста. Если ты готов сегодня сказать Богу «да» и сказать Богу «бог, пускай будет воля Твоя», я хочу попросить тебя встать на ноги и мы будем молиться. я не знаю, где ты ожидаешь чего-то большего. Я знаю только одно. позволь Богу через Твое смирение делать больше в твоей жизни. Позволь Богу делать что-то больше в твоей жизни через Твое смирение. И началом чего-то большего это когда ты смиряешься пред Ним. Если вы запомните только одну мысль из моей проповеди, запомните это, пожалуйста. Началом чего-то большего является смирение. Началом чего-то лучшего в твоей жизни является смирение. Когда ты прилагаешь всего себя без остатка для достижения Божьих целей и Божьего Царства. И тогда приходит что-то большее и что-то лучшее, чем ты думаешь и чем ты помышляешь. Другой Господь, мы благодарим Исаанте за этот день. Мы благодарим Исаанте за милость и благодать Твою, которую Ты даешь нашей жизни. Прости нас, когда мы, Господи, ожидаем от Тебя и не прилагаем к этому никакого старания, никаких усердий, никаких молитв, никакого смирения, никаких постов. Боже, прости нас. Я молю, смири нас, Господь, смири нас, чтобы мы взошли на этот алтарь, положили свою жизнь на этот алтарь и сказали, Бог, пускай дальше будет так, как хочешь ты. Я молю за моих братьев и сестер. Я молю за те периоды в их жизни, которые они проходят, за те обстоятельства, через которые они проходят. И, возможно, здесь стоят люди, которые, Господи, проходят трудности в взаимоотношениях между мужем и женой, женой и мужем, между детьми, родителями, которые сегодня молятся за своих родных и близких, и они не понимают, что происходит. И они стоят на этом обетовании, что я и весь мой дом будем служить Господу. И они исповедуют этого, но ничего не происходит. Боже, я молю о том, чтобы ты дал осознание и понимание, чтобы что-то произошло. Нужно положить себя на алтарь и начать служить каждому. Начать служить, прежде всего, им, а потом они будут служить вместе во имя Иисуса Христа. Я молю о том, чтобы мы смирялись, чтобы мы, Господь, порабощали свое тело, чтобы, Господь, Бог мой, мы сбрасывали всякие запинающие нас грех для того, чтобы достигать твоей цели, достигать твоего царства, достигать твоего призвания, достигать этого большего в тебе во имя Иисуса Христа. Я молю о том, чтобы мы приходили сюда не по обыкновению, но чтобы мы приходили для того, чтобы спасались люди и чтобы царство твое распространялось здесь, на этой земле во имя Иисуса. Я молю, пускай твое пробуждение, от сна, чтобы мы пробудились до славы Твоей, чтобы мы пробудились до чего-то большего во имя Иисуса Христа. Я молю о том, чтобы мы пробудились до большей жертвы, чтобы мы пробудились до большего общения с Тобою, чтобы мы пробудились до большей молитвы, до большего поста, до большего смирения, до того, чтобы, Господи Бог, мы смирить себя, Господь, для Тебя, чтобы мы были мягкой глиной в руках Твоих во имя Иисуса Христа. И чтобы мы сказали, да Твоему призванию, да Твоей славе, да Твоей силе, да Твоему Царству во имя Иисуса Христа и да Твоей воле во имя Иисуса. Бог, и пускай дальше не так, как мы, не так, как мы хотим, не так, как мы помышляем, не так, как мы мечтаем, но то, как хочешь Ты, Господь Иисус. Я молю, приходи в наши тайные комнаты, приходи на наши собрания, Бог мой, обличай, вразумляй, Господь Иисус, говори к нам, потому что мы ожидаем от Тебя. Мы хотим, Господь Бог мой, больше славы Твоей, больше силы Твоей, больше Твоего величия и могущества во имя Иисуса Христа. Драгоценный Бог Отец, мы просим Тебя, чтобы Твое присутствие, оно было очевидным и явным в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Чтобы, когда люди смотрели на нас, они не видели нас, но они видели Тебя, Господь. Чтобы во всем и всегда, Господь, мы, преображая Твой образ, позволяли Тебе двигаться через наши жизни во имя Иисуса Христа, Господь. Мы молим Тебя, и мы превозносим имя Твое, мы поклоняемся Тебе, мы возвеличиваем Тебя, ибо только Ты один достоин. Ты один достоин. Наш Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. И я бы хотел сейчас обратиться к тем людям, которые, возможно, здесь в первый раз. Или к тем, кто еще не отдавал свою жизнь Господу. Есть здесь такие люди? Вы пришли сюда в первый раз, вас привели на это собрание, или вы просто зашли, и вы никогда не молились молитвой покаяния. Не хотелось бы отпустить вас без такой возможности отдать свою жизнь Господу. Это все легко. Есть такие люди? Нет? Посмотрите на своего соседа, спроси, ты спасен? Все, слава Богу, ты не хочешь, не хочешь ли ты выйти сюда вперед, чтобы на тебя посмотрели? Все спасены. Аминь. А слава Господу. Говорят, аминь, значит, все хорошо. И я бы хотел помолиться еще одной молитвой. Есть желание молиться за исцеление. Есть те, кто нуждается в исцелении? Вот просто поднимите руку, дайте знак рукой. Те, кто рядом. Ой, у нас так много, кто нуждается в исцелении. Если вы рядом, вы видите, и вы сами нуждаетесь, молитесь друг за друга. Положите руку на того, кто рядом с вами. Писание говорит, что Царство Божие, оно не в слове, но оно в силе. И написано также, что каждый служит тем даром, который получил Господи. И вот не к тому, что я такой хороший и хвастаюсь, но через пророчество получил для себя дар знания, что вот есть дар исцеления. Я бы хотел послужить сегодня этим даром исцеления, и чтобы Господь послужил каждому из нас. Аминь. Не ожидай сегодня от меня, не ожидай сегодня от кого-либо. Ожидай, что сам Иисус Христос свои пронзенные руки положит на тебя, и твое тело будет исцелено. Отец Небесный, мы молим тебя, Господь Иисус, за каждого, кто Господь сегодня в нужде и пред Тобою. Боже, я молю, Господь, пускай Твое Царство придет в силе во имя Иисуса Христа. Пускай Твое присутствие придет на это место. Прямо сейчас, Дух Святой, коснись. Иисус, сегодня ты пройди здесь по рядам и коснись, Господь, каждого, Твоей пронзенной рукой, Господь, коснись каждое тело, Господь Иисус. И Писание говорит, что возложите руки на больных, и они будут получать исцеление. И сегодня мы здесь совершаем Твое Писание, мы возлагаем руки, Господь, и мы провозглашаем в их жизни исцеление во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Боже, я молю о том, чтобы сила Твоя была явлена здесь, чтобы могущество Твое было явлено здесь, прямо сейчас, во имя Иисуса. Дух Божий, ты, Господь, сегодня служи, ты исцеляй, ты прикасайся во имя Иисуса, во имя Иисуса. Я иду против всякой болезни, я иду против всякого сомнения, я иду против всякого неверия именем Иисуса Христа, я иду против всякой болезни, которая в теле уже множество-множество лет. Я говорю исцеление, я говорю, провозглашаю восстановление, прямо здесь и сейчас, во имя Иисуса Христа. Бог, ранами Твоими, ранами Твоими, Бог, ты претерпел достаточно, ты пролил достаточно крови, чтобы любая болезнь склонилась в свои колени пред Тобою и оставила тело моих братьев и сестер во имя Иисуса Христа. Ло-ра-ма-са-та-ты-та-ма-я, ло-ра-ма-са-та-та-та-ма-я, ло-ра-ма-са-та-та-та-ма-я, Бог мой, пускай Твои прикосновения будет чутким, явным, Господь Иисус, чтобы мои братья ощутили, что, Господи, Ты касаешься их прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Ло-ра-ма-са-та-та-та-ма-я, пускай Сила Твоя будет явной во имя Иисуса, во имя Иисуса. Бог мой, Боже, мы сделали все. И там, где не могут наши руки, там, где не могут наша вера, там, где не можем мы, Господь, Боже, там можешь все ты, Господь. И, возможно, кто-то сегодня говорит, верую, но помоги моему неверию. Господи, я молю, услышь эту молитву прямо здесь и сейчас, во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, драгоценный, за то, что ты делаешь и будешь делать в нашей жизни. Ибо только ты один достоин, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. И все это скажут Аминь. Глаза и Господу слава. Кто-то? Кто-то ощутил прикосновения? Есть, да? Слава Богу, слава Богу. Слава Богу, я вижу ваши руки. Слава Господу. Бог достоин. Аминь. Присаживайтесь на некоторое время, у нас еще будут объявления. И будьте благословены. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу.